Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы рассмотрим возможности магнитной резонансной томографии в диагностике распространенного рака щитовидной железы. Ну, буквально минимум анатомии. Это не парный орган эндокринной системы, который расположен в пре- и паратрахеальных областях, как же он виден на МРТ. Начинающему исследователю порой бывает очень нелегко выделить щитовидную железу на сагитальных и корональных плоскостях сканирования, поскольку ее контуры теряются на фоне вертикально ориентированных магистральных сосудов шеи и косоидущей кивательной мышцы. Гораздо проще визуализировать этот орган на аксиальных изображениях, где она имеет вид такого типичного формы в виде коромысла. К сожалению, то, что мы видим очень плохо, а точнее не видим вообще, это пирамидальную долю, мы ее видим только в том случае, если она значительно гиперплазированная. Щитовидная железа – это богатогоскуляризированный орган, поэтому, когда мы видим ее на нативных изображениях гипоинтенсивной, при введении контрастного препарата значительно повышается МР-сигнал от нее за счет активного накопления контрастного препарата. Что же случается, когда мы не видим щитовидную железу в типичном для нее месте, как у данного пациента? Мы начинаем активно искать в других местах. Вот как раз у этого пациента мы видим эктопированную щитовидную железу, которая находится в корне языка. Она имеет несколько неоднородную структуру, это зоб эктопированной щитовидной железы, тем не менее, мы ее должны всегда найти. Какова же визуализация щитовидной железы при МРТ? Сразу скажу, что эта задача очень неблагодарная, потому что щитовидная железа по каким-то загадочным причинам на МРТ видна очень плохо. Это единственный орган, пожалуй, на всей поверхности головы шеи, который при МРТ визуализируется неотчетливо. Вот мы видим классический пример. МРТ – это исследование щитовидной железы. Контур ее теряется на фоне артефактов от пульсации общих сонных артерий, от наведенной пульсации, от дистально расположенных дуги аорты, от дыхательных экскурсий грудной клетки. И о нижних полюсах щитовидной железы, ее структуре порой приходится просто догадываться. Что мы хорошо видим при МРТ – это коллоидные узлы, потому что эти узлы содержат коллоид с высоким содержанием белка, они очень хорошо визуализируются на нативных Т1-звешенных изображениях и видны даже лучше, чем на постконтрастных исследованиях. Что касается злокачественных новообразований, то они визуализируются крайне плохо, неотчетливо. У данного пациента по результатам УЗИ и по результатам пункционной биопсии подтверждены наличие опухоли щитовидной железы в передних отделах средней третьей левой доли. На МРТ – это два-звешенных изображениях, на диффузионных-звешенных изображениях, на диффузионных картах, нативных и постконтрастных Т1-звешенных изображениях. Мы видим, что ткань щитовидной железы относительно гомогенная, никаких узловых образований мы, к сожалению, визуализировать не смогли. Является ли данное исследование неинформативным? Конечно, нет. В первую очередь МРТ является вспомогательным для хирургов. Наша задача – не поставить первичный диагноз. Здесь пальма первенства, безусловно, принадлежит УЗИ, и мы с ними никак конкурировать не можем. Поэтому здесь в первую очередь мы пытаемся дать ответ хирургу, насколько возможно выполнение хирургического вмешательства. У данного пациента, несмотря на то, что не удалось визуализировать первичную опухоль, мы можем оценить целостность колец трахеи, также оценить расстояние до шейного отдела пищевода. Мы видим, что между долями щитовидной железы и шейным отделом пищевода есть жировая прослойка, что говорит хирургу о том, что шейный отдел точно не вовлечен в процесс. Также оцениваем взаимоотношения долей щитовидной железы и магистральных сосудов. В данном случае мы видим, что контур четкий, и общие сонные артерии, прилежащие к обеим долям, в процесс не вовлечены. Бывают такие ситуации, что вроде бы на Т2 взвешенных изображениях узловых образований мы не визуализируем. То же самое можно сказать и о постконтрастных изображениях, но на диффузионных взвешенных изображениях мы видим участок ограничения диффузии, и уже прицельно обследуя это место, мы можем визуализировать узловое образование в тканях щитовидной железы. Для хирургов это наиболее благоприятное расположение в центральных отделах. Здесь мы обязательно указываем, что узел расположен в центре доли и окружен интактной строймой щитовидной железы, для того, чтобы хирург точно знал, что у него есть запас до прилежащих органов. Иногда узлы в щитовидной железе при опухолях мы видим достаточно хорошо, бывает это крайне редко, когда они имеют обозвестленную капсулу, как у данного пациента, мультифокальный рак, который локализуется в обеих долях. И мы видим, что узлы окружены грубой гипоинтенсивной капсулой, которая как раз обусловлена вот этим обозвестлением. Очень интересно, что если мы видим первичную опухоль такой, то и секундарные лимфоузлы будут иметь такой же вид. У них будет грубая капсула, обозвестленная. Мы видим, что она характеризуется очень низким МР-сигналом на Т2-взвешенных изображениях. Часто опухоли достигают достаточно крупных размеров, как у данного пациента. Мы видим, что расстояние здесь все-таки сохраняется до еремной вырезки рукоятки грудины. Это расстояние мы меряем всегда, потому что хирургу нужно точно знать, на каком уровне от грудины нижний полюс опухоли. Мы можем визуализировать также собственную сосудистую сеть. У щитовидной железы она достаточно грубая и хорошо визуализируется. Всегда пытаемся проследить капсулу органа. Оценивается кольца трахеи и прилежащий шейный отдел пищевода. Здесь в данном случае мы видим, что он отделен не только прослойкой жировой ткани, но также и прослойкой интактной стромы, что дает запас в 4 мм. Также мы оцениваем расстояние до магистральных сосудов. Мы видим, что общая сонная артерия прилежит к латеральному контуру узла, но отделена от него интактной стромой. Что касается внутренней еремной вены, она надежно защищена общей сонной артерией. Всегда оцениваются костные структуры, поскольку один из первых органов мишени поражения секундарного при раке щитовидной железы – это костный мозг. Опухоль щитовидной железы, в данном случае располагающаяся в медиальных отделах правой доли с переходом на перешейк, мы видим, что несмотря на небольшие размеры опухоли, так хорошо визуализируемый контур капсулы по переднему поверхности железы в области перешейка на уровне узла теряется. Есть выход процесса в окружающие мягкие ткани. При контрастном усилении мы видим, что узел активно накапливает контрастный препарат, прилежащие под подъязычные мышцы, характеризуется сниженным МР-сигналом, что говорит о том, что в процесс они не вовлечены. Это как раз причина, почему для диагностики мы используем именно МРТ, несмотря на то, что на КТ щитовидная железа так хорошо видна. Она видна в том случае, если орган без патологических изменений. В данной ситуации, когда мы видим узел, мы видим, что контур его нечеткий, прилежащие мышцы теряются на фоне контура узла, и оценить распространенность процесса очень сложно. У данного пациента опухоль имеет очень большие размеры, достигает еремной вырезки рукоятки грудины. При таком большом распространении нужно внимательно оценить вовлеченность всех прилежащих рядом структур. В первую очередь это будет хрящи гортани, поскольку верхний полюс ее достигает даже уровня гортани. Мы оцениваем вовлеченность процесса, в данном случае его нет. Это боковая стенка гортана глотки. Оценивается вовлеченность в процесс кивательных мышц, подподъязычных мышц, целостность хрящей гортани, в данном случае они отделены интактными тканями от узлов. Оцениваем трахею. Также прослеживаем контур капсулы. Здесь узлы видны не очень хорошо, это именно специально так обработана контрастность, чтобы мы могли проследить капсулу. Я хочу продемонстрировать, что при настойчивости мы ее можем визуализировать всегда. И мы видим, что шейный отдел пищевода отделен от узлов интактной капсулой, которую мы прослеживаем на всем протяжении. Еще раз демонстрирую КТ. Конечно, здесь его возможности сильно ограничены. Мы видим нечеткость контура, однако капсулу дифференцировать невозможно. Оцениваются взаимоотношения с магистральными сосудами. Это подключичная артерия, брахиоцфальный ствол, общая сонная артерия. Мы видим, что стенка артерии, так хорошо визуализируемая в заднелатеральных отделах, на уровне прилежания к узлу не дифференцируется. Мышечная стенка артерии, она вообще видна всегда очень хорошо. Артерия – это очень плотный орган, который скомпримировать очень сложно даже такими плотными тканями, как опухоль щитовидной железы. Поэтому любое изменение контура артерии всегда говорит нам о том, что ситуация очень подозрительна на врастание. Здесь мало того, что нет четкости контура мышечного слоя артерии, мы также видим и ее деформацию. Дополнительно на Т2-звешных изображениях в просвете внутренней еремной вены мы видим дополнительную ткань, которая по сигнальным характеристикам идентична первичному опухоли. При внутривенном контрастировании мы видим, что данное образование активно накапливает контрастный препарат и говорим о наличии опухолевого тромба в просвете вены. Бывает, что узлы достигают не очень больших размеров, тем не менее они ведут себя крайне агрессивно. У данного пациента в задних отделах средней третьей левой доли мы видим достаточно небольшой по размерам узел, который широко прилежит к шейному отделу пищевода. Мы видим истончение мышечного слоя стенки пищевода, что говорит нам о том, что здесь есть инвазия, в данном случае на глубину 1,2. Стенка пищевода – это очень плотный орган, это мышца, которая все время используется, она всегда в тонусе, поэтому истончение ее возможно только в том случае, если идет растяжение органа. При компрессии ширина стенки именно мышечного слоя должна всегда быть одинаковой. В случае компрессии пищевод просто занимает более латеральное положение, здесь он центрально расположен, и стенка его остается той же самой толщины. Поэтому, когда мы видим истончение мышечного слоя, что мы видим на постконтрастных изображениях, это всегда настораживающий фактор, мы всегда говорим о том, что здесь есть врастание мышечного слоя. Еще одна ситуация – многоузловое образование, локализующееся в нижнем полюсе правой доли щитовидной железы. Мы прослеживаем контур трахеи и видим, что на 9 часах условного циферблата этого контура нет, и есть небольшое формирование интертрахеальной части опухоли. На Т1-звешенных изображениях мы видим значительное снижение интенсивности ЭМР-сигнала от кольца трахеи на данном уровне. Если опухоль локализуется в области перешейка, здесь уже есть угроза врастания в хрящи гортани, как у данного пациента. Узел локализуется в проекции перешейка, активно накапливает контрастный препарат, широко прилежит к стенке, к переднему контуру перстневидного хряща, и мы видим потерю этого контура по передней поверхности именно идет краевая деструкция не на всю толчу хряща, а только по области контакта. Мы видим, что слизистая оболочка гортани не отечная, поэтому говорим о том, что врастание в хрящ происходит не на всю его толщу. Порой опухоли достигают значительных размеров и имеют ретро-стернальное распространение, как у данного пациента, крупное кистозно-солидное образование в проекции правой доли щитовидной железы с секундарным поражением шейных лимфатических узлов. Здесь мы уже оцениваем взаимоотношения не только со стенкой гортаноглотки, но уже и процесс достигает ротоглотки. Обязательно оценивается стенка ротоглотки, прилежащие костные структуры, в данном случае это подъязычная кость. Мы видим, что контур ее в правых отделах пропал, она теряется, она разрушена. То же самое можно сказать и о правой пластине щитовидного хряща. Мы видим на Т1-звешенных изображениях, насколько значительно снижен МР-сигнал от пластины для сравнения контролатеральная сторона. Все-таки щитовидный хрящ – это достаточно гиперинтенсивная структура даже на Т1-звешенных изображениях. И также мы видим, что контур пластины истончен, и границы его пунктирные, неотчетливо не прослеживаются. И визуализируется потеря четкости контура персневидного хряща на уровне прилежания к узлу. Каковы же особенности метастазирования таких коварных опухолей, как щитовидная железа? Кстати, вот еще одна форма опухоли щитовидной железы, когда она имеет мультицентричное расположение. Мы видим поражение и левой доли, и перешейка железы. Характер такой вот мозаичный именно по МР-характеристикам. И мы видим, что имеются конгломераты лимфатических узлов солидного строения 2-го, 3-го, 4-го уровней. Эти конгломераты сливаются все вместе, и у таких лимфоузлов мы часто видим собственную сосудистую сетку. Они сами по себе кровоснабжаются и формируют ее. К сожалению, такое происходит далеко не всегда. Щитовидная железа коварна тем, что метастазы в лимфатические узлы имеют вид вот таких вот бисерных, мелких. И, к сожалению, все наши критерии, когда мы говорим о размерах лимфоузла более 1 сантиметра, о длине как поперечнику 1 к 2, в данной ситуации не работают. Всегда нужно обращать внимание на вот такие мелкие лимфоузлы, характеризующиеся сниженным МР-сигналом на Т2-взвешенных изображениях. Очень часто это оказывается на статическое поражение. Поэтому при раке щитовидной железы мы описываем все визуализируемые лимфоузлы, дальше уже на усмотрение лечащего хирурга и также в помощь нам, безусловно, ультразвуковое исследование. Вот как раз здесь мы видим на Т2-взвешенных изображениях сниженный МР-сигнал. Но такие мелкие лимфоузлы лучше, конечно, смотреть на Т1-взвешенных изображениях, когда лимфоузлы отчетливо контурируются на фоне жировой клетчатки. Несмотря на небольшие размеры опухоли, она очень коварна. И бывает, несмотря на то, что узел небольшой, как в данном случае, в правой доле, уже имеется значительное объемовое метастазирование, не только лимфогенное, но и гематогенное. Мы видим поражение костного мозга, практически тотальное поражение верхней шейных позвонков. И так характерно для щитовидной железы поражение по типу изъеденного молью нижних шейных и верхних грудных позвонков. Вот такие изменения на компьютерной томографии, к сожалению, абсолютно не видны. Это очень нежное поражение без формирования мягкотканного компонента, без разрушения целостности кортикального слоя. Иногда бывают ситуации, когда мы видим классические элитические очаги с потерей четкости контура внутренней замыкательной пластинки костей свода черепа и активным накоплением контрастного препарата в контрастную фазу. Еще один вариант метастазирования у данного пациента, такой вот очень редкий случай, когда имеется солитарный метастаз в суставную головку нижней челюсти. Мы видим формирование обширного мягкотканного компонента, активно накапливающего контрастный препарат и врастающего в прилежащую жевательную мышцу и корловидные мышцы. Ну вот для примера абсолютно неизмененная контрлатеральная суставная головка. Что же происходит после того, как у пациента убирают щитовидную железу? Какие же бывают послеоперационные осложнения? Очень часто в проекции в ложе удаленной железы мы прослеживаем серомы, которые сохраняются достаточно длительный период времени, может, порой до двух месяцев. Здесь никаких сложностей в диагностике нет, поскольку они четко повторяют локализацию, топографию, форму щитовидной железы. Мы видим классические такие вот треугольники. Это серозная жидкость. Никакой реакции окружающих мягких тканей нет. Мы точно знаем, что это не абсидирование ложа. И при контрастном усилении мы видим как раз кольцевидное накопление контрастного препарата. Вокруг скопление серозной жидкости в проекции и перешейка, и ложе обеих долей. Еще одно осложнение. Сразу хочу оговориться, что не все пациенты, которые демонстрируются здесь, оперированы в нашем центре, чтобы не подрывать авторитет. Они часто приходят к нам уже после проведенного хирургического лечения для оценки тактики дальнейшего лечения. У данного пациента поврежден в процессе операции гортанный нерв. Мы видим атонию левых отделов гортани. Складка занимает промежуточное положение. МР-сигнал от нее повышен за счет атонии. Мы видим, что правая голосовая складка находится в тонусе и характеризуется сниженным МР-сигналом. Для вращения ко всему у данного пациента формируется... Опухоль была очень большая, с ретрострональным распространением. И в ходе операции была повреждена трахея. И сформировалась вот такая рубцовая деформация трахея. Для того, чтобы лучше это понять, представляю КТ. Здесь как раз она очень информативна. Мы видим деформацию трахеи, сужение ее. Но, тем не менее, данный пациент наблюдает за нас уже 3 года, и его это не сильно беспокоит. Особенности рецидивирования щитовидной железы. В плане рецидивов очень многообразная, очень коварная. Всегда нужно быть настороже и оценивать все структуры и органы, которые находятся в области головы и шеи. У данного пациента мы видим классический местный рецидив, локализующийся в ложе перешейка и левой доли, нечетко очерченный, активно накапливающий контрастный препарат, сливающийся с контуром, прилежащий к трахее. Также оцениваем костные структуры. Мы видим как раз вот те самые мелкие литические очаги в верхних шейных позвонках, которые абсолютно не визуализируются при компьютерной томографии. Еще один вариант. Когда мы видим, что в ложе удаленной щитовидной железы все хорошо, тем не менее мы видим множественные мелкие лимфоузлы шестого уровня в висцеральном пространстве шеи, которые очень хорошо видны на Т1-звешенных изображениях. Безусловно, их диаметр менее 1 см. Тем не менее, это секундарное поражение, настолько характерное для щитовидной железы. У данного пациента мы видим рецидивный узел в ложе удаленной левой доли. Тем не менее, секундарное поражение лимфоузлов очень неожиданное, абсолютно недоступное для ультразвукового исследования место. Это ретрофарингеальные лимфоузлы. Мы видим кистозно-солидный узел, который характеризуется повышенным морсигналом на Т1-звешенных изображениях за счет продукции небольшого количества коллоида, активно накапливающий контрастный препарат в контрастную фазу. Еще один вариант, когда в ложе-опухоли мы видим мелкие лимфоузлы, которые, еще раз повторяю, нужно смотреть на Т1-звешенных изображениях. Тем не менее, несмотря на то, что в ложе настолько все спокойно, мы видим значительно увеличенный лимфоузел 2-го А уровня, который врастает в еремные вены, и мы видим, насколько сильно расширены коллатерали. Этот узел имеет солидное строение, и мы видим абсолютно аналогичный по сигнальным характеристикам ему мягкотканный компонент в проекции ската черепа с интроназальным, интракраниальным распространением процесса. И посмотрите, насколько богато воскулиризирована эта опухоль, и насколько выражена собственная сосудистая сетка. Мы очень хорошо видим просветы сосудов на фоне контрастированных тканей. Еще один казуистический случай – это рецидив в стенке трахеи. Мы видим и интро- и экстратрахеальное распространение с деструкцией хряща трахеи. У данного пациента есть метастаз в жировую клетчатку ретрофорингеального пространства. Это не лимфогенное метастазирование, это именно, собственно, рецидивный узел кистозно-солидного строения, который окружен жировой клетчаткой. Мы видим, что здесь имеется очень большое количество жидкостного содержимого с уровнем седиментации, и в контрастную фазу солидная часть опухоли активно накапливает контрастный препарат. У данного пациента мы видим, что есть рецидив и в ложе правой доли щитовидной железы, и вот эти вот самые мелкие лимфоузлы 2-3 уровней, и при этом имеется солитарный метастаз в стволовых структурах мозга. И в заключение хотелось бы сказать, что несмотря на все богатство, вот такую широту спектра рецидивирования, не все, что мы видим после оперативного лечения у пациентов с карциномами щитовидной железы является рецидивом. Поэтому здесь нужно быть внимательными. Данный пациент был прооперирован по поводу рака щитовидной железы. Повторяю, не все операции были выполнены в нашем учреждении, и на послеоперационных исследованиях мы видим четко очерченное образование солидного строения в ложе правой доли. Мы видим, что образование имеет такие остренькие контуры, повторяет треугольную форму, обычно, как мы привыкли это видеть, щитовидной железы. Контрастную фазу характеризуется активным накоплением контрастного препарата, и по всем сигнальным характеристикам оно идентично нормальной щитовидной железе. Аналогичного характера образования мы видим в параларингеальной области, прилежащей к пластине щитовидного хряща, и также активно накапливающей контрастный препарат. Это остаточная ткань щитовидной железы и аберрантная доля, расположенная параллелингиально. Еще один вариант. У пациента удаленная щитовидная железа, в ложе все спокойно, рецидива нет. Также мы видим, что шейные лимфоузлы не увеличены, однако в поверхностной части оклоушной слюной железы видим некий кистозно-солидный узел, активно накапливающий контрастный препарат. Это также не является рецидивом, не является метастазом, это плеаморфная аденома оклоушной слюной железы. И в завершение опять еще один пациент прооперирован, в ложе все так же хорошо, и в паравертебральной области по ходу волокон плечевого сплетения четко очерченное образование узловое, характеризующееся повышенным эморсигналом на Т2 взвешенных изображениях, активно накапливающий контрастный препарат по типу перец с солью. Эта шванома на эрогенную опухоль тоже не является ни метастазом, ни местным каким-то рецидивом. Спасибо за внимание.